В пятницу во второй половине дня мы взяли небольшое интервью у путешественника и блогера из Канады Мэтта Росса, который сейчас находится в Славутиче. У меня есть три месяца на путешествия по Украине. Я уже провел в Киеве несколько недель и решил, что пора попутешествовать по другим городам, подышать свежим воздухом. Во время моего исследования Украины я несколько раз встречал название Славутич и решил, раз я буду путешествовать по Украине, я заеду и сюда. Свежий воздух и Чернобыль — сложное словосочетание. Тем не менее, ваше впечатление от ЧАЭС и от Славутича? Относительно чернобыльской атомной я ее видел только из окна электрички, когда мы проезжали. А что касательно Славутича и воздуха, уже все-таки прошло 35 лет и никаких проблем в воздухе я не заметил. Меня очень порадовали выбор свежих фруктов, особенно вишень. Очень красивые цветы, деревья и атмосфера. А относительно Славутича, увы, у меня нет архитектурных знаний, чтобы понять и оценить все маленькие детали, которые были вложены в создание каждого квартала. И отдельно хочется отметить музей. Для такого маленького города у вас достаточно большая коллекция различных экспонатов. А вы где-то побывали еще, вот кроме Киева и Славутича в Украине? Пока я был только в Киеве и в Славутиче. После Славутича я опять возвращаюсь в Киев, потом Одесса, Карпаты, Львов. На все это у меня как раз уйдет три месяца. Какие предварительные впечатления об Украине у него? Если бы у меня не было бы хороших впечатлений, я бы и не делал видео. У меня уже есть два видео, это Борисполь и в Киев. И также будет два следующих видео, это мое прибытие в Славутич и отдельное видео по вашему музею. И мы не могли не задать вопросу о чемпионате Европы по футболу. Ваш прогноз на матч, который будет в субботу? Я смотрел этот матч уже в Славутиче. Эта игра была фантастической. И накал, и темп. То, что Украина добралась до 1,8, это уже достижение. В то же время Англия уверенно движется к финалу. И исходя из этого победит Англия. Но никогда нельзя недооценивать темную лошадку. Особенно, когда у них есть мотивация. И в итоге я думаю, что все зависит от удачи. Я думаю, что это будет коинфлип.